Владимир Терентьев родился и вырос на Алтае. Окончил военно-политическое училище, а дальше 9 гарнизонов, Чернобыль, первая чеченская кампания. В общем, говорит полковник в отставке, обычная офицерская судьба. Считает, что 23 февраля праздник не только мужчин. Праздник тех, которые, не щадя своей жизни, готовы отдать свою жизнь за родину, за свою семью, за детей, охранить их в спокойствии. Вот это праздник всех, всего народа. Правильно сделали, что его сделали выходным? Порядочность, ответственность, любовь к семье и своей родине – это основной набор качеств настоящего защитника Отечества. Так считает ветеран военной службы Олег Микеньков. Погоны носил всю свою жизнь и ни разу об этом не пожалел. Это дом. Родину должны защищать все мужчины, которые это могут по здоровью. Но если ты не можешь по здоровью, то трудись в тылу. В настоящее время 124 воина из Искитимского района проходят службу по призыву в рядах российской армии. Пример для них – участники афганской войны и чеченских компаний, боевых действий на Северном Кавказе. Сегодня многие из них уже в отставке, но до сих пор в строю. Наибольший вклад в патриотическую работу вносят именно они. Они проносили погоны от рядовых до больших званий. Есть у нас здесь и полковники, и подполковники. Вот они рядом и в гражданской форме сидят. То есть действительно отдали себя служению Родине. Всем вам долгих лет, счастья, благополучия. Ну и, конечно же, всем нам с вами. Это самое главное, что есть – мирного неба на земле. По традиции в канун 23 февраля чествуют ветеранов военной службы. Им вручают благодарственные письма и памятные подарки. Концертную программу ко Дню Защитника Отечества подготовил оркестр Новосибирской государственной филармонии. Много раз тебя пытались быть Россией и милой. Много раз тебя пытались в душу русскую.